Невозможно представить жизнь современного человека без транспорта. Задумывались ли вы, насколько сильно тот или иной вид транспорта влияет на окружающую среду? Учитываете ли вы экологический фактор при планировании своих поездок и путешествий? Давайте рассмотрим ряд последствий, возникших из-за отрицательного влияния транспорта. Загрязнение воздуха и водоемов, эрозии почв, вибрации, шумовое загрязнение, выделение тепла и усиление парникового эффекта. Предлагаем вместе определить, какой из видов транспорта меньше всего влияет на окружающую среду. Многие эксперты сходятся во мнении, что наибольший вред планете наносят самолеты и автомобили. Поезда более экологичная альтернатива. Троллейбусы, трамваи и электромобили на сегодняшний день на вершине экологического рейтинга среди транспорта. Но не все так просто. У каждого вида транспорта есть свои экологические плюсы и минусы. Определяем экологичность транспорта. Ни у кого не вызывает вопросов факт, что самый экологичный способ передвижения ходить пешком или ездить на велосипеде, самокате и других альтернативных видах экотранспорта. Но такой подход не всегда возможен, если речь идет о дальних расстояниях, особенно в регионах, где бывает очень холодно или жарко. Как же подобрать наиболее экологичный вид транспорта для ежедневных или дальних поездок? Существуют разные способы оценки экологичности каждого вида транспорта. Различные метрики могут давать разные результаты и рейтинги транспорта. Самый распространенный способ – расчет углеродного следа. Его можно произвести самостоятельно с помощью специального калькулятора, чтобы выбрать самый экологичный вид перемещения для каждой поездки. Углеродный след или карбоновый след, карбон-футприн – совокупность выбросов парниковых газов, произведенных прямо и косвенно отдельным человеком, организацией или, как в данном случае, транспортным средством. При расчете углеродного следа обращается внимание на величину затрачиваемой энергии и на метод ее получения. Речь идет про энергоэффективность конкретного вида используемого топлива или типа подведения электроэнергии. Это комплексный подход. Минусы. Например, самолет считается самым неэкологичным из всех видов транспорта. Но если вам предстоит совершить путешествие на поезде продолжительностью в две недели, есть смысл задуматься о перелете. Чтобы оценить, какой из типов поездки будет более экологичным, можно обратиться к калькулятору углеродного следа. На авиацию приходится примерно 2-3% всех выбросов в атмосферу углекислого воздуха. Например, Boeing 747 расходует примерно 10 тонн топлива в час. Самое большое количество выбросов происходит при взлете и посадке, поэтому территории возле аэропортов особенно загрязнены. Плюсы. Сейчас многие авиакомпании предпринимают активные шаги, чтобы снизить вредное воздействие на природу. Одни смешивают топливо с биотопливом, другие разрабатывают электросамолеты. Выбирайте ответственных перевозчиков, сделайте выбор в пользу более современных самолетов. Благодаря новым технологиям их двигатели потребляют меньше топлива, а более совершенные системы фильтрации позволяют уменьшить объем вредных выбросов. Автотранспорт очень широко представлен на дорогах всего мира. Это и личные автомобили, и такси, и автобусы. ФАР. Сейчас в мире насчитывается более 1 миллиарда машин. В России около 60 миллионов. Минусы. Все автомобили выделяют в атмосферу оксиды азота, угарный газ, тетрайтил свинец, формальдегин, бензол, сернистый ангидрид, бензопирин, сажек. Жители больших мегаполисов особенно остро ощущают негативное воздействие на свои легкие. Сотни миллионов машин должны производиться, обслуживаться и ремонтироваться, а отслужив свой срок правильно утилизироваться. Все это требует затрат дополнительных ресурсов. Плюсы. Существуют более экономичные марки машин, которые потребляют меньше топлива, а также такие сервисы, как карширинг, общественный транспорт и так далее. Если ваш образ жизни не позволяет совсем отказаться от использования автомобиля, вы можете внести свой вклад в уменьшение негативного влияния автотранспорта на окружающую среду. Мойте свою машину только в специально отведенных местах, а не на берегу реки или около дома. Необходимо регулярно проходить то, чтобы продлить срок службы автомобиля. При смене транспортного средства обратите внимание на более экономичные марки машин, которые потребляют меньше топлива. Если есть возможность, пользуйтесь карширингом. Это дешевле и экологичнее, чем иметь свою собственную машину. А самый лучший вариант при любой возможности делайте выбор в пользу общественного транспорта. Автобусы тоже используют двигатели внутреннего сгорания, но перевозят большее число пассажиров и тратят меньше топлива в расчете на одного человека. Городской электротранспорт или электромобиль еще одна эко-возможность со своими плюсами и минусами. Минусы Для такого транспорта вам не потребуется заливать в бак топливо, однако необходима дополнительная электроэнергия. Чтобы обеспечить ваш электроавтомобиль полным зарядом, тепловые электростанции, ТЭЦ, будут сжигать больший объем топлива. Кроме того, общественный транспорт максимально активно используется днем, когда энергетическая сеть работает на полную мощность и добавляет ей нагрузку. Но самый спорный момент электрические аккумуляторы, содержащие тяжелые и токсичные метаи и наносящие ущерб окружающей среде от их производства и утилизации. Обычно это литий-ионные аккумуляторы. Со временем они начинают держать все меньший заряд, после чего их нужно менять. Массовой практики переработки этих батарей до сих пор не существует, а для их производства требуется дополнительная добыча природных ресурсов. Плюсы Стало появляться все больше стартапов, которые занимаются переработкой аккумуляторов. Для многих производств они являются ценным ресурсом. По мере увеличения количества электроавтомобилей в мире развиваются промышленные цепочки для приема отработанных аккумуляторов. Если заряжать автомобиль и автобус ночью, это снизит нагрузку на энергосеть. А использование альтернативных источников энергии, солнечных панелей, ветряков и силы воды на ГЭС еще больше повысит уровень экологичности электрических средств передвижения. Железнодорожный транспорт Поезда более экологичны по сравнению с другим транспортом. Минусы Железнодорожный транспорт потребляет слишком много ресурсов. 7% добываемого в России топлива, 6% электроэнергии и чуть меньше лесных ресурсов. Каждое локомотивное депо расходует большое количество воды и моющих средств для мытья составов. Вместе с источной водой в почву и водные объекты попадают токсичные вещества. Нефтепродукты, фенолы, шестивалентный хром и т.д. Плюсы Современные автономные локомотивы в качестве первичного двигателя используют двигатели внутреннего сгорания и работают либо на газе, либо на дизеле, что является причиной выбросов вредных веществ в атмосферу. Однако поезд везет до 1 тысяча человек единовременно, то есть в пересчете на одного пассажира выходит не так уж и много. Также железные дороги занимают сравнительно небольшие по площади земельные участки. Они не требуют постоянного ремонта в сравнении с автомобильными дорогами. Но здесь есть свои экологические нюансы. Существует множество видов водного транспорта, и его экологичность зависит от размера судна. Например, круизные лайнеры, танкеры, теплоходы также используют огромное количество топлива и являются крупными эмитентами продуктов сгорания топлива в атмосферу. Факт 46 круизных лайнеров, принадлежащих компании Carnival, в 2017 году выбросили в атмосферу почти в 10 раз больше оксида серы, чем все 260 миллионов европейских автомобилей. Такой вывод содержится в опубликованном 10 июня исследовании Европейской Федерации транспорта и окружающей среды, Transport Ampersand Environment Group. В 2017 году 203 европейских лайнера выбросили в атмосферу 62 тысячи тонн оксида серы, 115 тысяч тонн диоксида азота, 10 тысяч тонн твердых частиц и более 10 тонн двуокиси углерода. Минусы Все эти проблемы поле для применения современных инженерных решений. Плюсы Если отдавать предпочтение локальным речным судам на электродвигателях или солнечных панелях, вы сделаете-сделаете выбор в пользу более экологичного вида транспорта на данный момент. Существует множество видов водного транспорта, и его экологичность зависит от размера судна. Например, скруизные лайнеры, танкеры, теплоходы также используют огромное количество топлива и являются крупными эмитентами продуктов сгорания топлива в атмосферу. Как можно сделать ваши поездки еще более экологичными? Рассмотрите вариант совместных поездок с коллегами на одной машине, если вы обычно добираетесь на работу на личном автомобиле или такси. Таким образом можно снизить нагрузку на дорожную сеть, что очень актуально для жителей крупных городов. Это более экологично, чем несколько автомобилей с одним водителем в одной и той же пробке. По возможности используйте каршеринг. При необходимости берите автомобиль на прокат рядом с вашим домом. В хорошую погоду попробуйте использовать велосипед или самокат. Если у вас их нет в личном пользовании, на помощь придут вилой кикшеринги. Или просто прогуляйтесь пешком, возможно, вы поймете, что такой способ передвижения подходит вам больше всего. Вовлекайте других в экологические практики. Если в вашем населенном пункте система общественного транспорта развита хорошо, отказ хотя бы раз в неделю от личного автомобиля в пользу автобуса, метро или трамвая может быть хорошим вкладом в ответственное отношение к окружающей среде и своему здоровью. Кстати, 22 сентября – Всемирный день без автомобиля. Напомните об этом вашим друзьям-автомобилистам. Может быть, это станет для них началом новой хорошей эко-привычки. Пройдите тест. Используя полученную информацию, проанализируйте, насколько экологично вы подходите к выбору транспорта в повседневной жизни, отпусках или командировках. При дальних поездках и в новых местах всегда особенно сложно придерживаться устоявшихся привычек отправляться в пешие прогулки, использовать велосипед и общественный транспорт. Подумайте, как можно улучшить эту ситуацию. Поделитесь своими эко-привычками в сфере транспорта и проведите опрос с использованием инструментов в социальной сети ВКонтакте. Узнайте, какой вид транспорта используют ваши друзья и подписчики в повседневной жизни и в путешествиях. Получается ли у них делать выбор в пользу эко? С какими трудностями на этом пути они сталкиваются и какие находчивые решения используют? Не забывайте про хештеги. Решетка эко София, решетка эко же, решетка эко привычки. Проверьте настройки перед публикацией поста, чтобы он был доступен к просмотру другими людьми. О'ерегонки. Проверьте настройки. О'ерегонки. Но он будет взяты от амулажа. О'ерегонки. В камер. Во-первых, heating и суетом. О'ерегонки. Образила незаметно. Ох, что я покажу, что я покажу. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...